Всем привет, всем бодрости дух, адекватности бытия. Кто управлял Voyager 1? Ученые обсуждают версию внеземного вмешательства. Интересная тема про Voyager 1. Дискуссии среди астрономов, начавшиеся еще в 2012 году, не утихают до сих пор. Все дело в том, что в 1977 году НАСА отправило в космос два аппарата – Voyager 1 и Voyager 2. Изначально предполагалось, что срок их службы составит от 5 до 7 лет, но спустя почти полвека они продолжают посылать сигналы на Землю. И именно эти сигналы в какой-то момент стали причиной ожесточенных споров в научном сообществе. Представьте себе, аппарат преодолел огромный путь, многократно превысив ожидаемый срок службы. А затем связь с ним неожиданно прервалась почти на год. Некоторые специалисты НАСА уже были готовы признать, Voyager 1 погибшим, учитывая, что он, в отличие от Voyager 2, практически достиг гранит Солнечной системы. Однако затем начались необъяснимые события. На краю Солнечной системы связь с аппаратом сначала прерывалась на две недели, после чего на Землю приходило короткое сообщение. Затем еще следовал более продолжительный перерыв, и так несколько раз. В общей сложности Voyager 1 находился без связи с Центром управления около года. В тот момент инженеры и астрономы полагали, что произошла серьезная неисправность, и надеяться на возобновление полноценной передачи данных не стоит. Однако после длительного молчания Voyager 1 вновь вышел на связь и стал регулярно отправлять информацию. Немногие знают, что за это время аппарат изменил траекторию и начал движение обратно, к Земле. Учитывая, что на борту в Voyager 1 находятся послания для внеземных цивилизаций, такое поведение можно было бы расценивать как ответ. Пользу этой, казалось бы, фантастической гипотезы говорит и тот факт, что частота передаваемых сигналов изменилась, хотя сам аппарат не имел возможности самостоятельно перенастроить себя на другой диапазон. Да и земные инженеры не могли вмешаться в его работу. Тогда возникает вопрос, кто починил Voyager 1 и направил его обратно к Земле. На этом странности не закончились. Спустя примерно два месяца связь снова прервалась, но на этот раз всего на несколько земных дней. Когда связь восстановилась, оказалось, что Voyager 1 вновь переключился на другую частоту и изменил направление движения. Теперь он снова движется от Солнца к краю Солнечной системы, за ее пределы. По расчетам астрономов, даже если аппарат продолжит работать, через 8 лет связь с ним окончательно прервется из-за слишком большой удаленности от Земли. К сожалению, существует предел дальности связи между центром управления и оборудованием на борту аппарата. Исследователи утверждают, что такие изменения траектории и переключения частот возможны только в случае вмешательства извне. Эту точку зрения поддерживает значительное число экспертов, включая тех, кто участвовал в заработке Voyager 1. Например, Билл Таузен, один из инженеров, принимавших участие в создании аппарата. В 2016 году заявил, что у НАСА нет технической возможности дистанционно перепрограммировать и перенастроить Voyager 1, так как аппарат не оснащен необходимым для этого устройствами. Это указывает на то, что для столь значительных изменений в его работе кто-то или что-то должно было находиться в непосредственной близости от Voyager 1. Теперь представьте, земной аппарат был замечен кем-то. Они исследовали его, поняли, насколько примитивное устройство попало к ним, несли коррективы в его работу и отправили обратно к Земле. После того, как все данные были переданы в Центр управления, связь снова прервалась. А когда она восстановилась, аппарат уже двигался по изначально запланированному курсу. Любопытно, что информация, поступающая с Voyager 1 после всех этих странных событий, была засекречена. В НАСА заявили, получаемые сигналы полны ошибок и помех. Разобрать содержание информации зачастую невозможно. Мы следим за перемещением аппарата, но из-за его продолжительной службы часть оборудования вышла из строя. Но разве кто-то ожидал другого ответа от представителей космического агентства? Разве они признают, что их аппарат мог быть перенастроен представителями внеземной цивилизации на границе Солнечной системы? Конечно, таких откровений мы не услышим, даже если это и правда. А вы что думаете? Voyager 1 кто-то перенастроил в открытом космосе? Напишите ваш комментарий.